Одесситы могут лишиться социального хлеба, а сотрудники Одесского каравая – работы. С плакатами и лозунгами пекари вышли на митинг, ради того, чтобы не допустить рейдерского захвата предприятия. Подробности далее. Сотни рабочих хлебзавода Одесский каравай могут остаться без работы. Ольга всю жизнь вместе с мужем трудилась на заводе. Сегодня над ним нависла угроза закрытия. Если завод остановится, то семья останется без средств к существованию. Все-таки мы столько лет проработали на заводе, мы хотим, чтобы он работал, а не завалился. Не хотим, чтобы его разрезали на металлолом. На мирный пикет против рейдерского захвата Одесского каравая собрались работники хлебзаводов со всей Одесской области. Они требовали не допустить повторения событий, которые несколько недель назад произошли в Славянске Донецкой области. Там неизвестные в масках захватили славянский маслоэкстракционный завод. Сейчас он не работает. 400 сотрудников предприятия остались без средств к существованию. События в Славянске в ближайшее время аукнутся и в Одессе. Все заводы Одесской области работали на сыре славянского маслоэкстракционного завода. И теперь часть сортов хлеба может существенно подорожать, а часть – исчезнуть с полок магазинов. Впрочем, это не самое страшное, что может ждать одесситов без внимания к проблеме государства. Эксперты прогнозируют, что по инициативе одного из госбанков захватить могут и одесский «Каравай». Поддержать одесский хлебзавод и его трудовой коллектив приехал народный депутат Украины Евгений Дейдей, который длительное время воевал в зоне АТО. Ради изменений в стране многие лишили жизни, а рейдерские захваты, как в 90-х, по-прежнему процветают, говорит нардеп. Мы говорим про целые реально холдинги по нашей стране, про заводы, предприятия, которые цинично рейдерятся, отжимаются, распиливаются. И причем это все утаивается, и никому не то, что не интересно, это все покрывается на таком уровне, что реально вот у меня возникает вопрос, что ради чего тогда мы вообще это все прошли. Сотрудники хлебзавода «Одесский каравай» готовят обращение президента Украины, главе Одесской облгосадминистрации и мэру Одессы с требованием не допустить рейдерского захвата. Тем временем Александр Лещинский, мажоритарный акционер группы «Лауфер», в которую входит «Одесский каравай», продолжает инвестировать в развитие своих предприятий, обеспечивая работы более 10 тысяч сотрудников, невзирая на кризис и жесткие условия для развития бизнеса. Ксения Терзи, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.